Здравствуйте! В эфире телеканал Амилет, программа «Хаберлер недели». Я, Султанья Ситакаева, и наши корреспонденты готовы рассказать о самых актуальных событиях за последние 7 дней. Смотрите в этом выпуске. Какие темы стали главными в 16-м послании Владимира Путина? Крым посетила делегация из Ингушетии. Тысяча паломников Крыма отправятся в хадж в этом году. Третий чемпионат по национальной борьбе куреш и Линдар Саидов – сильнейший борец полуострова. Национальные головные уборы, как симферопольская мастерица возрождает традиции крымских татар. Увеличение материнского капитала и ежемесячных выплат, бесплатное питание для учеников начальных классов и дополнительные квоты для студентов-медиков. Владимир Путин охарактеризовал ситуацию в стране и поставил новые задачи. Ежегодно, это уже 16-е по счету, послания президента транслировались по всей стране. Крымская столица не стала исключением. Подробнее в нашем следующем сюжете. Уважаемые члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, уважаемые граждане России. Ежегодные послания главы государства транслируются во всех регионах России. Владимир Путин начинает свое выступление с демографической статистики страны. Результаты неутешительны. Семьи-то сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает. Вот в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия. Обеспечить естественный рост населения могут финансовые выплаты. Материнский капитал президент предложил выдавать за первого ребенка. Нововведение вступило в силу уже с 1 января текущего года. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 617 рублей. А вот при рождении уже второго ребенка матери получит финансовую помощь на 150 тысяч больше, чем прежде. При рождении третьего малыша государство выплатит 450 тысяч рублей ипотечного кредита семьи. Вместе с этим президент России предлагает ввести ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Причем уже с 1 января 2020 текущего года. Выплата на первом этапе составит у нас половину прожиточного минимума. 5,5 тысяч. Но это не все. Мы должны будем понять и оценить, как работает эта система. И если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысяч, сделаем следующий шаг. И будем выплачивать со следующего года, уже целиком, в регионах, в каждом регионе по-разному, будем выплачивать полный ПМ. Это 11 с лишним тысяч. Что касается крымчан, то они могут получить финансовую поддержку из регионального бюджета. Об этом напомнил глава Крыма в соцсетях. Сергей Аксенов также присутствовал в оглашении посланий руководителя страны. Кроме того, крымские семьи при рождении детей могут получить единовременную выплату для улучшения жилищных условий за счет средств республиканского бюджета. Ее размер составляет около 900 тысяч рублей. Это важное подспорье к мерам, предложенным президентом. С учетом увеличения материнского капитала, крымские семьи получают реальную возможность приобрести свое жилье. Глава государства затронул и очередь детские сады. В частности, недостаточное количество мест в ясельных группах. Эта проблема до сих пор актуальна и для крымского полуострова. Несмотря на то, что мы создали за прошедшие пять лет более 20 тысяч мест дошкольные образовательные учреждения, очередность в первую очередь в городе Симферополь и других населенных пунктах, она все равно сохраняется и является значительной. Мы знаем, что для Крыма президентом выделяются отдельные средства для того, чтобы в ближайшие пять лет мы полностью избавились от очередности в этой категории дошкольных учебных образовательных учреждений. Все ученики начальных классов будут питаться бесплатно. Владимир Путин не скрыл и того, что были споры по этому решению. Но он заверил, что это станет еще одним примером равного общества. Младшеклассники с первого по четвертый класс будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием. Кроме этого, классные руководители получат поддержку в виде 5 тысяч рублей выплаты к той заработной плате, к тем стимулирующим выплатам, которые предусмотрены в регионе. В стране динамично развивается сеть детских технических, инженерных кружков и центров. Такими же современными должны стать условия для занятий музыкой, живописью, другими видами творчества, в том числе и спорта. Здесь о спорте было сказано, что будет поддерживать, что больше было залов спортивных. Это немаловажно, когда есть спортивные зали в школах, хорошие залы, чтобы больше было, ходили спортивные кружки. И все это должно быть бесплатно. Также президент предложил увеличить целевой прием в медицинские вузы. Квоты будут сформироваться по заявкам регионов. Отданы эти бюджетные места будут именно в региональные вузы, для того, чтобы студенты учились на своей родной земле, на своей малой родине и также потом дальше были здесь трудоустроены. Вот 70% мест отдается бюджету лечебное дело по специальности, 75% педиатрии. В ординатуре по самым дефицитным специальностям доля целевого приема может достигнуть почти 100%. Предлагаю по самым дефицитным направлениям установить почти 100% целевое обучение. Причем при поступлении преимущество будут иметь врачи со стажем работы в первичном звене, особенно на селе. Глава государства особо отметил необходимость строительства и оснащения фельдшерско-акушерских пунктов. В нашей республике с этого года действует двухлетняя программа, в рамках которой в регионах будет установлено 213 ФАПов и врачебных амбулаторий. Также Путин призвал граждан быть патриотами и противостоять попыткам переписать историю. В России будет создан комплекс архивных документов во Второй мировой войне, доступный как гражданам Российской Федерации, так и других стран. Россия не просто участвует в Великой Отечественной войне, а страна победитель Великой Отечественной войны, что наши деды отдавали свои жизни ради нашего будущего. И я знаю, что в Крыму эта работа очень сильно ведется и на каждом уровне, да, каждый глава администрации, либо чиновник, от которого это зависит, всегда поддерживают, в том числе наши проекты общественные движения, герои Крыма. И мы легко и просто очень доходим до общего языка и ставим памятники героям Великой Отечественной войны, мемориальные камни, мемориальные доски. И это все идет на государственном уровне. Также президент предложил внести правки в Конституцию. Так, например, президент Российской Федерации должен постоянно проживать в стране не менее 25 лет. И даже в прошлом не иметь иностранного гражданства. Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальным, но согласен с этим. Председатель Комитета Государственной Думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что поставленные Владимиром Путиным задачи – хорошая социальная поддержка для россиян. Мы уже приступили к работе в Госдуме, составили план работы. В ближайшее время с новым уже правительством обсудим этот план. И, засучив рукава, будем готовить законы для реализации посланий президента. Также президент считает, необходимым закрепить в Конституции Российской Федерации статус и роль Госсовета. Впервые церемония оглашения прошла в начале года. В зале присутствовало около 1300 человек. Айша Шулакова, Фатимисий Дометова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет. Итоги недели». Правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом на встрече с Владимиром Путиным объявил Дмитрий Медведев. Глава государства в своем послании к Федеральному собранию предложил ряд изменений в Конституцию. Они, по мнению Медведева, существенно меняют баланс исполнительной, законодательной и судебной власти. Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил членов правительства за работу. Медведеву президент России предложил должность заместителя председателя Совета безопасности. Более 150 участников, 4 автомобиля и общий призовой фонд почти в 3 миллиона рублей. В Крыму определили лучших курешистов года и абсолютного чемпиона полуострова. С мероприятия сюжет Эльмаса Блакимовой. Прибунный стадион «Локомотив» заполнилась до отказа. Сотни болельщиков как могут кричалками и аплодисментами поддерживают своих спортсменов. На ковре лучшие борцы полуострова. Так стартует легендарный крымско-татарский куреш. Захват, прием и бросок. Деляверу Ибрагимову из города Саки почти 60. Он самый взрослый участник чемпионата. Я пришел сюда, чтобы показать нашей молодежи, что можно и нужно заниматься спортом в любом возрасте. И, конечно, участвовать в нашем крымско-татарском куреша. Чемпионат по курешу проходит в третий раз. Перед соревнованиями традиционное взвешивание спортсменов разделили по четырем весовым категориям. Эрвин Кучеров, кандидат в мастера спорта под дзюдо, дебютирует в куреше в легком весе 70 килограммов. В куреше я решил участвовать, потому что это наша национальная борьба. И я ни разу не принимал участие. Мне просто интересно проверить свои силы. Куреш – это борьба на поясах, где есть только два главных правила. Не отпустить пояс соперника и выполнить бросок, уложив его на лопатки. В этом году рекордное количество участников – более 150 человек. Расскажите, как оцениваете подготовку спортсменов в этом году? Ну, как и обычно. Кто готовился, тот готов. Например, кто думает, что здесь можно пройтись и просто так взять, как, ну, образно говоря, на халяву что-то тут не получится. Куреш – это спорт, который объединяет в себе все виды борьбы. У нас занимаются и вольная, и греко-римская здесь борются, и дзюдо, и самбо. Понимаете, все виды спорта, вот этот вид спорта – куреш, он всех объединяет, понимаете. Настолько он красивый, интересный. Надо хорошо рискнуть, слабого надо. Каскад приемов вызывает неподдельные самые яркие эмоции. Жаркие бои идут на татаме, эмоции просто зашкаливают. С утра немножко было прохладно, сейчас очень жарко. И жарко не только в температурном режиме, но и в эмоциональном. Вот они, те самые медали – бронзовая, серебряная, золотая. Рядом ключи от новеньких автомобилей. На них сегодня уедут победители. И вот он, тот самый пояс чемпиона, который украсит сегодня абсолютного победителя соревнований. Куреш в Крыму возрождается и набирает обороты. Он объединяет не только спортсменов, но, кажется, и всех крымчан. В этих соревнованиях принимают участие не только крымские татары, а ребята многих-многих национальностей. Один из показателей, что мы живем в большой дружной семье. Антон Курачев – член сборной России под дзюдой, действующий чемпион страны. Он в третий раз участвует в Куреше. Не мой, конечно, не моя специфика вида спорта, но очень рад, что развиваются такие виды спорта. С огромным удовольствием приезжаю сюда каждый год. Всекрымский чемпионат по крымско-татарской национальной борьбе проходит при поддержке главы республики Сергея Аксенова и по инициативе депутата Госдумы Руслана Бальбека. Большой вклад вносят и меценаты. Пока что здесь могут участвовать только спортсмены с крымской пропиской. Норма вынужденная. Как только мы дойдем до тех стандартов, которые сегодня будут говорить о том, что мы готовы встретить спортсменов, и, конечно же, на первом же открытом чемпионате, когда мы пригласим сильнейших спортсменов со всей необъятной страны. Комментарии на русском и крымско-татарском языках. Для тех, кто не смог прийти и посмотреть борьбу вживую, телеканал Милет целый день вел прямую трансляцию. К концу дня определились призеры в весовых категориях. За первое место спортсмены получили автомобили, за второе – денежный приз в 100 тысяч рублей, а за третье – 50. Общий призовой фонд – почти 3 миллиона рублей. Эмоции болельщиков перед финальной борьбой накаляются. Они еще ярче, ведь в борьбу за титул сильнейшего борца вступают победители в весовых категориях 80 и свыше 90 килограммов. И Зеткадыров, и Элимдар Саидов. Абсолютным чемпионом стал Элимдар Саидов. Уже второй год он защищает титул сильнейшего борца Крыма. Спасибо моим всем партнерам, которые занимались со мной, моей семье, моей дочери и моим сыном, и моей жене обязательно. Спасибо всем. У вас достаточно равная борьба была. Как оцениваете соперника? Не дооценил. Думал легче. Будет легче. Но попался хороший. Поздравляю. Хайр Лайф. Поздравляю. Четыре чемпиона уезжают на своих новых, только что выигранных автомобилях. Победители этого года уже определены. Сейчас спортсменам предстоит подготовиться к новому чемпионату, к Курешу, который пройдет уже в следующем году. Эльмас Иблакимова, Виталий Голубев и Рафаэль Вакидов. Телеканал Миллет. В Крым приехала делегация из Ингушетии. В ее состав входят религиозные и общественные деятели республики, а также имамы сельских поселений. Гости побывали в знаковых местах крымских татар. Руслан Минаев расскажет подробности. Представители делегации из Ингушетии читают мевлюд в стенах соборной мечети. Томные голоса горцев чередуют друг друга. Обряд восхваляет пророка Мухаммеда и посвящается знаменательному событию. Делегацию поразили масштабы строящегося комплекса соборной мечети. Гости пообещали, что приедут и на открытие мечети. Впечатление неповторимое. Это прямо дух захватывает, смотря на новые большие, огромные стройки. По приглашению Духовного управления «Мусульман Крыма» в составе делегации из Ингушетии приехали 15 человек. Большинство из них – религиозные деятели и имамы. Они здесь, чтобы перенять и поделиться опытом в воспитании молодежи. У вас здесь настолько все, слава Богу, хорошо. И мне приятно видеть, что наши братья, крымские татары, сегодня за своей исторической земле развиваются, делает все возможное для того, чтобы развивать свое подрастающее поколение в духе патриотизма, в духе нравственности. В Крым гости приехали на пять дней. Уже успели посетить знаковые для крымских татар места. А также побывали на всекрымском турнире по национальной борьбе «Куреш». Были очень впечатлены борьбой крымских татар. Очень зрелищное событие было, честно говоря. Далее по плану старинная симферопольская мечеть «Сиит-Ситар», которую открыли после реконструкции. На территории религиозного сооружения также построили медрессе, рассчитанное на 26 человек. По мнению делегатов, в Крыму постепенно реализуются планы по возрождению религии среди молодежи. Обсуждали нашу веру, мусульманскую веру, чтобы мы, как братья с той стороны, с нашей стороны и с вашей стороны друг друга ездили, обменяясь опытом. В знак благодарности за гостеприимный прием делегаты привезли подарки лично муфтию мусульман Крыма и депутату Госдумы Руслану Бальбеку. Мы вечно не забыли. Спасибо вам большое. Дети, внуки, народ никогда не забудет. Спасибо вам. Мы получили удовольствие от общения с нашими братьями, с представителями другой республики. Был культурный обмен, был обмен опытом работы в духовной сфере. Теплоту отношений, уважение к друг другу и доброту. Любой человек понимает, даже не зная твоего языка. И уже находясь у себя дома, они будут делиться впечатлениями и рассказывать о понимании уважения, гостеприимства крымских татар. Представители Ингушетии пробудут в Крыму еще два дня. За это время планируют посетить музейный комплекс Ханский дворец в Бахчисарае. Руслан Минаев, Алишер Алимов, Виталий Голубев. Телеканал Миллет. В новом году Крым отправит в хадж тысячу паломников. Это стало возможным благодаря увеличении квоты для России в целом на пять тысяч мест. Об этом сообщил председатель Государственного комитета республики по межнациональным отношениям Альберт Конгиев. В республике уже объявлен сбор документов и даже есть те, кто оплатил поездку. Все подробности расскажут наши корреспонденты. В прошлом году житель города Саки Сервер Джуляла вместе со своей женой совершил главное путешествие в жизни мусульманина. Посетить священные места он мечтал всю жизнь. Выполнил не только все обряды хаджина и повысил знания по истории ислама. Организация осталась довольным. Мы побывали на горе Ухуд, где была битва мусульман. Мы побывали в местах, где пророк Салли Аллаху получал первое откровение в пещерах. Мы увидели те места, которые связаны с историей пророка Ибрагима. Мы знаем, что Сафа, Марва – это те горы, между которыми его супруга находилась. Мы увидели источник Замзам и спили из этого источника вдоволь этой священной воды. Теперь паломничества в Мекку смогут совершить еще больше мусульман Крыма. Билеты будут куплены частично за счет бюджета. Какие факторы влияют на количественный состав? Безусловно, это квоты, которые выделяет Саудовская Аравия странам, государствам. Кому-то, может быть, сотен тысяч, кому-то несколько десятков тысяч. Для Крыма определили квоту в тысячу человек. В современной истории полуострова впервые самостоятельной организацией в хадж занимается крымский оператор. При оформлении документов для крымчан действует зеленый коридор. Перед поездкой обязательно проводят семинар в стенах Духовного управления мусульман Крыма. Преподаватели рассказывают, как правильно проводить обряды хаджа. А во второй поликлинике Симферополя паломникам сделают прививки. Духовное управление мусульман Крыма определило, что АВН-тур является официальным туроператором по организации хаджа в Крыму. И с 2017 года мы от А до Я организовываем поездку в хадж. Паломники будут распределены по группам. Их будут сопровождать специально назначенные люди – преподаватели, мамы и обязательно доктора. Приобретаем лекарства и наши паломники, чтобы не чувствовали дискомфорт, чтобы когда заболели наши медработники, врачи могли своевременно помочь им. Житель города Саки Амет Апсиметов побывал в священных местах 16 лет назад, еще при Украине. В то время, чтобы отправиться в паломничество, все организационные моменты и сбор документов приходилось делать самостоятельно. Выехать в Мекку Амет Ага смог только из Киева. Ранее было очень сложно. Здесь никто тебя никуда не возил. Мы сами купили билеты на поезда, поехали в Киев, все документы собирали сами. Для открытия визы поехали в Москву, а прививку нам делали в Киеве. Но только в российском Крыму все изменилось. Теперь волокита с документами в прошлом, а количество паломников с 2014 года увеличивается в разы. Государство в лице Совета Министров Крыма, исполнительных органов взяло на себя ответственность по оказанию содействия в решении данных вопросов. И с 2014 года, когда было 150 паломников, вы знаете, до сегодняшнего дня, это 975 человек в 2019 году, в прошлом году, посетили хадж. Это серьезный прогресс. Паломничество в Мекку и Медену в древние времена было опасным и неудобным. Люди добирались на верблюдах, на лошадях, а чаще всего пешком. Но сейчас стало комфортнее и безопаснее. Крымский хадж-оператор пытается упростить путь паломников. Ведутся переговоры о запуске прямых рейсов из Симферополя в Саудовскую Аравию. Дай бог, у нас в середине января будет совещание проходить в Саудии. Мы также этот вопрос поднимем в этом совещании. Если будет согласие Саудовской Аравии принять этот чартный рейс, организуем, чтобы наши паломники без тяжести смогли на прямом самолете улететь из Симферополя в Саудию. В конце прошлого года был объявлен сбор документов уже из тех, кто оплатил поездку. Первая группа паломников в составе 48 человек в этом году отправится летом. В священных местах Мекки и Медины они пробудут три недели, а домой вернутся после Курбан-Байрама. Украина отключила вещание АТР на Крым, лишила финансирования единственного крымско-татарского канала в своем государстве. Закрыла крымско-татарскую редакцию украинского телеканала и навещание UATV, а также убрала представителей незаконного вооруженного формирования АТСКЕР с границы на Чангаре. Лишились крымские татары и представительства во властных структурах незалежной. Что происходит с покинувшими родину крымскими татарами в Украине, далее в нашем сюжете. Построили контрольный пункт въезда и выезда, в итоге АТСКЕРу там нет места. Организатор товарной энергетической блокады Крыма Лену Руслямов не на шутку взярился. Украина убрала вооруженных и его АТСКЕРовцев с крымской границы. И это после всех подвигов, совершенных ради незалежной. Много лет участники национального батальона пытались контролировать грузоперевозки и пассажиропоток, прикрываясь борьбой с оккупацией. Вот только после смены власти в Киеве активисты пришлись не ко двору. По указанию нового президента Владимира Зеленского реконструировали украинский КПП. АСКЕРовцев и других участников незаконных батальонов убрали оттуда, заявив, что к государственным службам они не относятся, а значит, не имеют права находиться на границе. Об этом сообщил сам Лену Руслямов, сказав, что молодым людям, которые были на блокаде и выполняли свой волонтерский долг, оказались не нужны стране. Сначала сказали, что там будет пограничная служба, потому что вы не относитесь к государственным службам. А сейчас нет места даже там, где сервисная зона, потому что его не запланировали. Батальон АСКЕР создал предприниматель Лену Руслямов для организации блокады Крыма. Все мы помним, как в 2015 году они взрывали опоры, потом при их участии организовывалась продуктовая, водная, гражданская блокада. С точки зрения даже европейских ценностей, куда стремится Украина попасть, стать частью европейского сообщества, данные вещи были неприятны. Неутешительные вести не заставили себя ждать. И вот со стороны официального Киева наносится новый удар по Ленуру Руслямову. Украина отключает вещание АТР на Крым. Телеканал задолжал более 38 миллионов рублей израильской спутниковой компании за аренду помещения в Киеве. Но взять деньги неоткуда. Для АТРцев государственные украинские счета обнулились. Канал попросту стал изгоем страны, в которую сбежал. Сейчас производство программ сократилось на 90%. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель генерального директора телеканала АТР Айдер Муждабаев. Трансляцию нам отключили утром из-за задолженности АТР перед израильской спутниковой компанией, которую мы должны были закрыть до Нового года. Что с этим делать, пока, честно сказать, не ясно. Производство программ пока сокращено на 90%. В 2019-м счетная палата Украины выявила колоссальные нарушения в освоении бюджетных денег коммерческим каналам. В отчете ясно указано, с 2016 по 2018 год АТРу выделили более 149 миллионов гривен. 123 миллиона направлены на поддержание работы в Киеве. Но позже выяснили, что расходование денег шло в нарушение законов Украины. Да и совсем не по назначению. Уважаемые телезрители, к сожалению, в этом году мы провели последний эфир «Юз-Юз-Ге». Надеюсь, гости нашей программы, которая начиналась с Ибрагимом Умеровым, а закрылась мною. Мы сумели обсудить интересные темы. А это прощальная речь ведущего украинского телеканала и навещания «Юэй-Ти-Ви». Крымско-татарскую редакцию закрыли 13 января. Коллектив отправили в отпуск. Об этом сообщила экс-замминистра информационной политики Украины имени Джепар на своей странице в Facebook. Лишение финансирования телеканала АТР и закрытие крымско-татарской редакции ЮА-ТВ – это абсолютно предсказуемая и логичная история. Потому что для Украины, как для государства, крымские татары и крымско-татарская тема в целом – это было инструментом манипуляции. И теперь, когда этот инструмент оказался абсолютно неэффективным, его бросили на произвол судьбы. Телеканал создало Министерство информационной политики Украины в 2015 году. ЮА-Ти-Ви был доступен в кабельных сетях во всем мире. Очевидно, что политические иммигранты, в том числе и руководство телеканала АТР, она откровенно просчиталась. Просто очень жаль наших ребят, молодых крымских татар, которые поверили политиканам, поверили лжи такой политической, и сегодня оказались на обочине большой дороги на Чужбине. Мустафа Джемилев настаивает на участии крымских татар в «Нормандской четверке». Он также подверг критике руководства страны за то, что крымские татары сегодня не представлены в органах украинской власти. Потребовал, чтобы представители крымских татар присутствовали во всех ведомствах Украины. Также народный депутат с отчаянием заявил, что сегодня на международной арене тема Крыма практически не звучит. Я не говорю о том, чтобы в мировой прессе о Крыме говорили так же, как и в 2014 году. Тем не менее, тема восстановления территориальной целостности должна быть на первом плане. Мы утрачиваем какие-то свои позиции. Мустафа Джемилев обеспокоен не зря, ведь в сентябре прошлого года сам же остался неудел. Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал аппарат уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной Рады. На сегодняшний день эти люди ничем охраняться не могут. Они не могут выйти даже к тем немногочисленным своим сторонникам, которые побежали вслед за ними. Это не много людей, но это тоже наши соотечественники. Но на сегодняшний день ни Чумаров, ни Джемилев, ни Снябов выйдет и не может сказать. За шесть лет мы достигли вот этого. У нас есть это. У них нет ничего. Все это черным по белому трактуют, что покинувшую родину крымские татары остались ненужными стране, за которую шли на пролом. На Джейсаева, телеканал Милет. Резьба по дереву и написание картин. Талантливый крымско-татарский художник Али Бекиров не только мастер кисти, но и знаток старинного ремесла. Среди его работ более 500 неповторимых полотен. Где и как рождаются идеи для этих уникальных произведений? Какие картины автор пишет на данный момент и о чем мечтает? О творчестве мастера сюжетно Джейсаевой. Известный крымско-татарский художник Али Бекиров работает над своей новой картиной «Алтан Бешек». Смешивая краски на палитре, чередуя короткие, длинные и хаотичные маски на холсте, он воплощает в жизнь ценный шедевр. Это красоты Феодосийского района. Между возвышенностями и холмами я изобразил истоки крымских рек. Это все северная часть полуострова. Над картиной мастер работает второй месяц. В процессе она менялась несколько раз. Изначально композицию с колыбелью художник видел в доме, но со временем в работу внес более глубокий смысл. «Золотая колыбель символизирует возрождение искусства, обычаев, связь поколений и силу народных традиций. Колыбель и этот пейзаж символизируют родину мамы и младенца, то есть нашего народа». Али Бекиров получил два высших образования. Творчество всегда было для него одушиной. За его плечами 16 лет работы художником-постановщиком Крымско-татарского театра и нелегкий путь художника. У Али Бекирова десятки конкурсных побед и более 200 полотен, выполненных в различных жанрах, техниках и стилях масляной живописи. «Участвовал во всех выставках Союза художников. Ни одну не пропустил. И я сейчас активный представитель Союза». Сотни эскизов и безграничные теоретические познания по старинному реместу. Умение работать с деревом Али Бекирову передалось от предков. «Боковые каркасы изделия делали из согнутых веток. Пока дерево молодое, ему специально придавали такую вот форму. Технологий было очень много. Я владею всеми». У крымских татар было пять видов колыбели. У каждого региона свой. Кроватки мальчиков и девочек тоже отличались. Они были удобными и для кормящей матери, и для младенца. «Верхняя опора колыбели делается из твёрдых пород дерева. Вот на этой картине хорошо видно, как мама упирается на него. Она может подремать, положив сюда локти, или же с лёгкостью взять малыша». «Здесь были учтены все нужды малыша, чтобы он не ушибся, не упал и не простудился. А в резных торцах делали специальные гнёздышки для ангелов, которые охраняли малыша. То есть колыбель, помимо своего прямого предназначения и красоты, служила ещё и оберегом». Было такое поверье, что в узорных вырезах сидят ангелы. И чем больше их по краям, тем сильнее защита от злых духов. Согласно крымско-татарской легенде, когда на народ напал враг, они спрятали золотую колыбель в пещерах полуострова, чтобы сберечь свою культуру. «Идеальные пропорции изделия, красивые края стенок. Форма и отделка колыбели показывают, что Али Ага ещё и талантливый дизайнер. Каждая его колыбель оригинальна по-своему. В них автор вкладывает и особый философский смысл. Ведь жизнь крымских татар целиком и полностью была связана с этим предметом быта. Начинал он её в доме, в колыбели и встречал рассвет в вот таких резных наличниках». Али Бекиров мечтает снова взять в одну руку кусок дерева, в другую стамеску и будто сливочное масло срезать податливый природный материал. Но для этого мастеру нужно помещение, где все свои эскизы он сможет превратить в произведение искусства. Не на бумаге, а наяву. Наджей Сайваров, Аль Вахидов, телеканал Миллет. Стильно и с национальным колоритом. Колпаклар, мужские головные уборы крымских татар из каракуля снова в моде. Воспитатель по образованию Эльмаз Меджетова – одна из немногих, кто возрождает шитьё этих традиционных атрибутов гардероба. О секретах национального рукоделия расскажет Айше Шулакова. «Это натуральный халпах, афганский каракуль». Халпах – традиционный мужской головной убор крымских татар. Щьют его из каракуля натуральных шкурок ягнят. «Без запаха, без какой-либо овчины. Вот только потрогайте. Приятное на ощупь». Чёрный, серый и коричневый – последние две расцветки самые ценные. Их шьют из редчайшего сорта каракульчи. Материал дорогой, качество определяют по блеску шерсти, длины завитка и красоты узора. Технология шития национальных головных уборов практически не изменилась. На 90% это ручная работа. «Сейчас я обрабатываю срезы каракуля, чтобы он не осыпался». Для Элема Смиджитова изготовление головных уборов не работа, а хобби. Воспитатель по образованию занялась ремеслом в декретном отпуске. Первый мужской аксессуар шила для родного дяди. Он был из искусственного меха. «Что подарить человеку, у которого всё есть? 65 лет, такой уже солидный возраст. Думаю, такая идея появилась. Дай-ка я сошью». Ну, первый этот холпах был любительский. Каркас был картон, то есть не то, что сейчас я дублирую. Подарок понравился родственникам и друзьям. Так Эльма свела моду на национальные холпахи среди близких. И маленькое хобби переросло в бизнес. Мастерица рассказывает, шапки из натурального каракуля предпочитают взрослые мужчины, а молодёжь из искусственного. «Хочется, конечно, чтобы на улицах нашего города, нашего Крыма, далеко за пределами, где наши соотечественники живут, хотелось бы, чтобы они носили. Это дань традициям, наверное». Также Эльма с Ханым шьёт и национальные мужские пояса, галстуки бабочки для мальчиков и женские головные уборы фесы. «Какие молодёжи?» «Ой, какие?» А у трёхлетнего сына-рукодельницы Асана уже целая коллекция холпахов. «Все наши соседи, родственники знают, что если мы куда-то идём, что у Асана головных уборов уйма серый, коричневый, чёрный». Эльма Смиджитова и дальше будет возрождать традиционное ремесло крымских татар. Это она планирует совмещать с основной работой. Айша Шулакова, Виталий Голубев, телеканал «Миллет». Это были самые важные, актуальные политические, экономические и социальные новости. Увидимся ровно через семь дней. Приятного вечера и хорошей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова